приветствую все зрители сегодня поговорим про новую версию 2.7 digital combat симулятора и про наиболее значимые нововведения в ней начнем с редактора миссии посмотрим что здесь есть новенького потом уже быстренько глянем на визуальную составляющую по редактору разработчики тут самое главное что сделали это первое конечно наконец-то нормальное окно выбора внешнего вида самолета то есть теперь когда вы меняете раскраску это все не в каком-то маленьком окошечке видно вы можете все покрутить повращать и все это еще и работает в плане вооружения вы меняете вооружение теперь вы можете на визуале смотреть именно что вы подцепили что конечно упрощает подготовку миссии помимо этого у нас добавили возможность старта с грунта ну как показываю тоже на десятом намного стало удобнее рассматривать что это за вооружение не вчитываться здесь а чисто визуально определять когда мы теперь добавляем самолет у нас есть возможность сделать горячий старт с грунта то есть теперь самолет игрока может взлетать с грунтового аэродрома именно самолет игрока то есть если вы выберете например случайный то есть не игрок то возможность старта с грунта видите пропадает так что на это обратите внимание если будете делать такие миссии ну и конечно же третье это триггерные зоны наконец-то появилась возможность сделать их прямоугольными так сейчас я выделю о то есть когда вы делаете триггерную зону есть вариант круглая или четырех точечная далее вы нажимаете кнопочку изменить и как хотите двигаете границы этой прямоугольной триггерной зоны что конечно например удобно когда вы например хотите какие-то условия сделать над аэродромом не надо натыкивать эти десятки или сотни круглые зоны просто натянули прямоугольничек например на взлетно-посадочной полосой и все теперь работает все замечательно ну и по редактору это конечно же выбор наших облаков которые наверное уже все слышали в digital combat симуляторе вот она меню и здесь любые облака которые вы хотите выставляете и не благополучно должны появиться в игре нажму сохранить как раз этот пресет и появится в графической составляющей когда запущу игру по картам по сирии здесь добавили новые аэродромы это вот которые помечены триггерными зонами как-то га-зи-эн-тип или как-то такти я сша и рад сайкал у нас аж 4 тала у нас добавлены руж и на и вот это вот это накура вертолетная площадка также по карте много добавили объектов каких-то исторических то же самое сделали для карты ла-манш надо в общем летать смотреть я еще особо не вглядывался в новые красоты да и скажем так конечно старую карту не очень хорошо помню и знаю хотя предыдущая версия осталась в принципе если надо будет сравнивать то на данный момент еще есть чем сравнить потому что старую версию я не удалил в общем по картам красоты есть и кстати карта сирии вроде как ожидают какие-то острова добавлять в общем вроде как карта сирии еще в работе и добавление у нас как по территориям такая и аэродромом возможно будет и в дальнейшем и про редактор миссии но я думаю это вполне себе все понимают что предыдущими версиями диджитал комбат симулятора данной миссии не поддерживаются и не открываются поэтому если вы захотите какую-то вновь созданную миссию перекинуть более раннюю версию то уже не получится так как эти версии не поддерживаются ну а теперь наверное наиболее кратко я рассказал в почту вот огромный поэтому там есть что посмотреть почитать это наиболее значимые изменения как по мне по редактору миссии теперь идем в саму игру посмотрим что у нас там стало с графикой и первое что мы посмотрим это сразу видите находимся в кабине нашего 10 на земле на нашем полевом аэродроме поэтому выглядит это всего так старт с полевого аэродрома ну а дальше можно производить запуск взлетать и выполнять миссии если хочется именно делать миссии с таким сюжетом давайте дальше посмотрим новую наземную технику что у нас добавили с 60 вот такая вот зенитная пушечка далее система куб это пусковая установка переделали ее сделали новую трехмерную модельку также радар данной пусковой установки и вот особенно радар если вы посмотрите сделан конечно на очень классном уровне если вот например даже с какого-то такого ракурса приблизить эту установку то можно подумать что это не диссис а примеру вар тандер посмотрите все проводки решеточки он там какие-то радиаторы вот тут всякие болтики гаечки даже вон на фаре проводочки смоделированы в общем уровень вот этих новых моделей конечно очень классный и есть надежда что доведут все остальные модели как наземной так и воздушной корабельной техники до именно такого стандарта тогда конечно это будет очень классно автобус лаз тоже видите сделан вполне себе нормально даже вон какой-то маршрут старый добрый лиаз btr-80 также перемоделили заново тоже видите все сварные швы здесь всякие сколы потертости то есть уже очень даже хороший уровень графики потому что до этого было все мягко говоря не очень еще один бтр чик ну и вот такой вот новый атом добавили в этом патче ну какой-то кислотной окраски а вот советская ли российская техника выглядит очень даже классно далее как раз подбили наш самолет давайте посмотрим новый эффект огня переделали и будут разработчики переделывать эффекты взрывов и всего остального стало уже конечно получше ну и надеюсь что доведут хотя бы до такого уровня как сейчас war thunder и потому что по мне в тундре достаточно таки атмосферно выглядят и взрывы в огонь и все остальное так что digital combat симуляторе мне тоже надо это все доводить до ума ну и самое последнее конечно это облака понятное дело что у меня не какая-то супер классная мощная система где можно наслаждаться какими-то красивыми облачками потому что для этого надо супер мощный компьютер но тем не менее видите что картиночка смотрится очень даже хорошо красиво и если у вас хороший компьютер то конечно картинка будет радовать глаз тем не менее все эти красоты еще и не просадили fps я сравнивал предыдущей версии в общем-то по уровню fps все осталось также даже мне кажется местами где-то стало лучше поэтому графика покрасивела и при этом быстрое действие осталось на хорошем уровне если еще говорить про какие изменения наиболее такие существенные внесены в игру это конечно же по графике также добавили новые пропеллеры у поршневых самолетов по хорнету добавили автопилот синхронизированный новый контейнер от флира режимы кармана хорнет и на f16 добавили также целая куча правок по другим модулям мне уже писали что мираж больше не запускается точнее не выставляется по той схеме как это все делалось раньше я уже видел видео грима рипера что до поменяли систему выставки навигации на мираже поэтому все надо опять пересматривать переделывать ну и целая там куча других правок например динамика ракет r27 семейства тоже переделали так что есть целая куча изменений может быть и в других модулях тоже что-то переделали но у меня пока времени посмотреть и тем более уж разобраться в этом жалению нет только лишь немножко полетал посмотрел красоты новой карты и на этом пока ограничился ну вот такой вот скажем новый патч вышел патч классный вопросов нет и будем надеяться что digital combat simulator будет и в дальнейшем идти по такому пути развития видите тут вообще над городами у меня на компе достаточно низкий фпс и к ну и конечно я жду выхода mi24 по нему как только он выйдет постараюсь как разберусь сделать какие-то гайдики нос посмотрим что там будут изначально смоделировано а на этом я заканчиваю данное видео пишите в комментариях какое на вас впечатление произвел патч особенно конечно же облака и все эти красоты ну и всем удачи